Погода влияет на все сферы жизни человека, поэтому мы пристально следим за прогнозами синоптиков, людей, которые выбрали метеорологию делом жизни. В городе над Богом за погодой пристально следят в Брестском областном центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, обособленные подразделения которого располагаются в девяти районах региона. Основные направления деятельности это метеорология, гидрология, аэрология, агрометеорология, плюс мы еще обеспечиваем метеоинформацией, авиацию, ну и соответственно все эти направления, которые сейчас необходимы в настоящее время, ну и в промышленности, в сельском хозяйстве, в лесном хозяйстве, в энергетике, при строительстве, это все, эта информация необходима. Метеорологическая отрасль стремительно модернизируется. Благодаря более высокотехнологическим нововведениям прогнозы погоды стали более детальными и четкими, а их достоверность может достигать до пяти дней. В метеорологических наблюдениях у нас целый ряд наблюдений, которые необходимо передавать в гидрометцентр. То есть мы наблюдаем за температурой, влажностью воздуха, скоростью направления ветра, солнечной радиацией, солнечным сиянием, радиационным фоном, температурой почвы, температурой на глубине почвы. Наблюдаем за испарением с водной поверхностью, за облачностью и за опасными, особо опасными явлениями. Данные собираются на автоматизированной станции. Приборы располагаются на специализированной площадке. Гелиограф регистрирует продолжительность солнечного сияния в течение дня. Плювиограф измеряет атмосферные осадки. А неморубометр предназначен для оценки направления и скорости ветра. Это облакомер. Он определяет высоту нижней границы облаков. В данном случае он определяет у нас до высоты 2000 метров. Потому что с 2000 метров начинается уже средняя и верхняя облачность, хотя он может и выше пробить. Но она нас интересует до 2000 метров. Нижняя граница облаков – это для авиации в основном, это для авиации, ну и для прогнозов погоды, соответственно, необходимо. Полученные от приборов сведения обрабатываются дежурным метеорологом и отправляются в республиканские центры. Специализированный локатор, расположенный в аэропорту Бреста, позволяет отслеживать влажность, облачность движения воздушных масс на площади до 250 километров. И мониторинг в онлайн-режиме. Метеорологические сведения обновляются каждые 10 минут. Вот это 10.50, то есть это свежая картинка. Мы видим облачность, кое-где вероятность осадков. Вот такой, здесь можно прочитать, здесь конъективная облачность, то есть облачность разных видов. Высокая, это верхний ярус, здесь в принципе такая облачность, которую вы сейчас можете видеть, такая, которая не дает ни осадков, ничего, просто облака. По соседству карты западного полушария, данные здесь обновляются каждые три часа. Поэтому метеорология, как и погода, не знает границ. К тому же, как отмечают ученые, климат меняется. Больше чем на один градус все поднимается температура, соответственно, что это значит? Это уровень океана поднялся, также таяние ледников, соответственно, происходит круговорот воды. Что это, какие это последствия, это происходит изменение климата. То есть, если в одной части мира, образно, идет где-то обильные осадки, закручет круговорота, то в другой части земного шара идет жара. Поэтому мы сами видим, что у нас, даже взять за последнюю аналитику по Брестской области, у нас температура в среднем идет, повышается. Каким последствиям это приведет к дальнейшему, можно только спрогнозировать. А что же непосредственно касается погоды на ближайшие трое суток, говорят синоптики, то она уже четко известна и будет определяться прохождением атмосферных фронтов Западной Европы. В пятницу ожидаются дожди, а в выходные дни – кратковременные осадки. Температура воздуха достаточно комфортная. Ночью 6-11, в воскресенье плюс 3-8, а днем 12-17 градусов, в воскресенье немножко прохладнее – 9-14 градусов. Так что можно смело сказать, что весна вовсю уже вступает в свои права.